Опускаю первую камеру с живцом по границе камыша. Сегодня проверим, какой живец для хищника лучше всего. Карась, пескарь или плотва. Начинаем с карася. Небольшая щука положила глаз на тихоню. И намерения у нее самые серьезные. Чищница пригвоздила карася в грунт и пытается утащить живца в свое убежище. Ощутив натяжение крепкого стального поводка, зубастая выплевывает карася. С грустью смотрит на свой несостоявшийся обед и уплывает в камыш. Через 15 минут происходит просто невероятный сюжет. Сразу две щуки выходят на карася. Как думаете, какая из них первая ринется в атаку? Вот это атака! Потрясающий эпизод. Зубастый на крючке начинает бороться за свою жизнь. Клубы мути поднимаются со дна. Вы только посмотрите, насколько сильная эта рыба. В итоге щуке удается сойти с крючка и уйти. Выход хищников продолжается. Очередная щука соблазняется карасиком. Что интересно, зубастые набрасываются на живцов не сразу, а сначала долго их разглядывают. Карась находится на стальном поводке с двойником, продетым через жабры. Многие подписчики просили меня насаживать именно таким способом. И он действительно рабочий. Красивая атака пятнистой хищницы. Живец крючком у нее в пасти. Щука всеми силами пытается спастись. Зубастый выпускает карася на свободу. Как живец он показал себя отлично. Случилось много атак щук. А мы тем временем переходим к испытанию пескаря, как живца. Также опускаем камеру по границе камыша. Посмотрим, что получится на этот раз. С первых секунд пескаря начинает активно двигаться. Приплывает щука. Но этот живец какой-то безбашенный. Он врезается в голову хищницы. Щука просто в шоке. Такое прытие она явно не ожидала от маленькой рыбки. И в раздумьях уплывает ни с чем. Минут через десять хищница вернулась. Догнала пескаря и укусила его в бок, отомстив тем самым за предыдущий эпизод. На другой камере щука атакует пескаря, когда он поднимался вверх. Живец попытался удрать в камыш. Зубастый повторно атакует и на этот раз результативно. Тройник, за который был подвешен пескарь, надежно удержал щуку. Двух живцов мы уже проверили в деле. Карася и пескаря. Пришло время испытать плотву. Посмотрим, как отреагируют хищники на эту красивую серебристую рыбку. Танец плотвы продлился недолго. И спустя минуту она ложится спать. Подходит щука и с интересом разглядывает неподвижную рыбку. Случится ли атака в данном случае? Да, щука припечатала даже такого сонного живца. Плотва, лежащая абсолютно без движений, прекрасно работает. Главное попасть в нужное место и время, когда у хищников выход. Несколько минут щука удерживает рыбку в пасти. Убедившись в том, что сплотвиться и далеко не уплыть, зубастый выпускает добычу. Хищница делает круг почета, разворачивается и уходит подальше от этого места. Приключения плотвы не закончились. Как только живец поднимается вверх, последовала мощная атака щуки. Щука накалывает вверх, последовала мощная атака щука. Скалывается на тройник, выплевывает плотвицу и сразу атакует повторно. Наколовшись на крючок во второй раз, зубастый бросает добычу и уплывает. В 18 минут плотвица неподвижно лежала на дне. Кажется, все спокойно. Хищников рядом нет. Но лишь до той поры, пока живец не начал двигаться. В ту же секунду, откуда ни возьмись, появляются окуни и словно пираньи накидываются на плотву. Как мы видим, из всех трех живцов, с которыми мы сегодня экспериментировали, только на плотвицу случились поклевки окуня. И даже на абсолютно неподвижную серебристую рыбку были атаки хищников. Поэтому, на мой взгляд, именно плотва, как живец, наиболее предпочтительна. А в комментариях под видео напишите, что вы думаете по этому поводу. Тем временем, на глубине 7 метров, у меня случается перевертка кружка. Как же тащить сильно, обалдеть. Все, под воду ушло. Под воду ушла. Не полностью, так немножко. 14 часов 17 минут. Вторая сработка. Первая затащила в коряги. И сорвалась. Отцепилась. Вот вторая поклевка спустя 7 минут. Ну, таскала хорошо кружок прямо на глубину. Ну, то, что-то купни подводные. Не дотащила, да? Сидит. Присек? Сидит, есть. Или щука себе рывков нет? Щука, блин, хорошая. Смотри, смотри, какая. На плоту. Пускай погуляет. Пускай погуляет. Так, вот смотри. Вот он. Пока сила есть. Под таски вот она, вот она, вот она. Плеска. Ну, как бы свечку не сделала. Смотри, вот нормально. Двушка. Это двушка. Это двушка железная. Стальной поводок из нити. На плотвечку. Какая красотка. Субтитры создавал DimaTorzok